Дорогие мои друзья, приветствую вас! Вы на канале Вязание. Я, меня зовут Юлия. Вот буквально вчера я выключила камеру и рассказала вам, какая я буду молодец, что я отвяжу образцы, я начну работать с крючковым проектом, да? Вы мне поверили? Я правда сама себе верила. Друзья, не смогла. Я не смогла, потому что пекло стоит такое, и даже движения ветра вчера не было никакого. Я уже в платье, прямо в платье, не раздеваясь в домашнем платье, в душ на улице, намочилась, вышла, не легче. Легче буквально на 5 минут, через 5 минут платье высыхает. Я беру кухонное полотенце, намочила, на голову не помогает, на шею не помогает, на плечи не помогает. В общем, друзья мои, я не могу, я не знаю, как мне работать в этом году. В прошлом году тоже было жарко. Я не знаю, или я больше под сплит-системой была, а сейчас я сплит-систему не включаю, мне хочется подышать свежим воздухом на улице, и в дом не хочется заходить. В общем, выбирать надо из двух зол наименьшее. Или ты работаешь в комфорте под сплит-системой, и потом ты долго лечишь спину, или ты работаешь и душишься, и пытаешься работать. Но, в итоге, друзья мои, я вчера связала второй носок. Значит, о чем пойдет речь? Речь пойдет об вот этих красивых носочках. Замечательных, просто фантастических. И я вам говорила, что один носок я связала, будучи на отдыхе на природе, на речке. Я взяла эту пряжу с собой, и она у меня там удивила. Я обещала рассказать вам, чем она у меня удивила. Не так давно я связала пару мужских носок, вот этих вот, и показывала вам. Это пряжа на Кабоха. И у меня даже видео так и называлось «Разочаровано пряжей». Потому что, действительно, она меня никаким образом не привлекла, ни в процессе работы, ни после ВТО, вообще никак. И я напомню, кто не видел, Мне эта пряжа не понравилась в работе вообще, чем она в процессе вязания. Спица цепляется за петлю, причем неважно, какими спицами ты вяжешь, остроконечными или обычными. Спица цепляется за петлю, и ощущение дешевого акрила. Они поскрипывают, они неприятны и тактильно. Ну, зато, зато. Как мы потом поговорили с Татьяной, которая мне дарила эту пряжу, Она говорит, Юля, я вязала из такой пряжи родственникам, они живут на севере, там носятся носки гораздо чаще, чем у нас, да. И она говорит, сносу им нет. Я верю, потому что нить достаточно крепкая. Это единственное, что мне понравилось этой пряжи, что крепкая нить, больше ничего. Также я напомню, что одна из моих зрительниц написала, что тоже работала целый год пряжей только накобоха. И из всех цветов вот этот и цвет камуфляж мне понравились. Я так же поверила. И я даже не знала, что у меня есть еще накобоха, которую мне так же дарила Татьяна, понимаете? У меня же приличное количество пряжи носочной. Она у меня лежит, а этикетки я не вижу. Я схватила на речку пряжу. Когда я увидела на этикетке, что это накобоха, я приготовилась к такому же эффекту. Кстати, я скажу вам, что она, нить, достаточно тонкая. Здесь классический носочный состав. И здесь 400 метров на 100 грамм, но пряжа тоньше, чем, например, Ализе Супервош, которую знают все. И вот эти мужские носки на борт в 72 петли, спицы 2,25. Ну, я же взяла спицы 2,25. А производитель рекомендует вообще какой-то сумасшедший разбег 2,5-3,5. Ну, на 3,5 может быть вязать какие-то аксессуары, типа шарфов, снудов, может быть, но носки на 2,5 нет. 2,25. И то просилась сюда двоечка, честно скажу. Ну, они после стирки вроде как немножечко распушились, разбухли, но, тем не менее. Значит, я приготовилась к такому же эффекту. Взяла спицы 2,25, взяла спицы номер 2, начинаю вязать и ловлю себя на мысли, что когда у меня вот столько резиночки отвязано, что мне приятно ею работать. Я не поняла, цепкости нити нет. Кстати, вот здесь в мотке было несколько обрывов. Вот здесь не было ни одного обрыва. Нить не расслаивается, не цепляется. Здесь петли изначально, она более пухлая, вот эта пряжа. Петли ложатся ровно и 2,25, вот самое то, что надо. Если здесь просилась двоечка, то здесь можно было смело взять 2,5. То есть пряжа действительно более объемная, чем та, которой я работала. Она приятная в работе, она не уступает вообще Ализе Супервош, именно вот этот артикул. Она очень красиво ложится в секции, хотя сбой узора есть все равно, как бы я ни старалась, все равно он есть. Но его даже незаметно. Вот если сложить ровненько, да, вот я сложу, вот так покажу. Видите, практически незаметно. То есть я знаю о том, что там где-то ряд 2, и вот так тоже, если я сложу, вот по резиночкам тоже. Если я знаю, там ряд 2, разбег какой-то идет, но если я смотрю на изделие, то как такового не влияет вот это вот несовпадение секций в два ряда, вообще не как на общий вид изделия. Так что, друзья, я вынуждена сделать вывод и убедиться в словах своей зрительницы, причем я даже девчатам отправила, с которыми я общаюсь в процессе работы. Девочки, угадайте, что это за пряжа. Близко фотография была. Все начали угадывать, и не угадал никто. И когда я сказала, что это пряжа Накобоха, удивились. Удивились, говорят, как она такая пухлая. Так что, можно сделать вывод, что Накобоха, либо вот здесь, понимаете, здесь секции, смотрите, здесь полоски просто идут, а здесь пряжа, которая имеет якобы жаккард, уже жаккард, да, то есть расцветка такая. Вполне возможно, что расцветки, которые вот такие, более качественная пряжа, чем вот эта, либо это разные партии, то есть, либо цвет влияет, либо партия влияет, либо косяк производителя на какой-то из партий. Потому что вот это, это была бракованная нить. Когда 4 обрыва в мотке на вязание 42 размера, я могу сказать, что это бракованная нить. Здесь не было ни одного обрыва. Более того, у меня отмот был между началом второго носочка, да, то есть закончился первый носочек и второй носочек. Серой пряжей, которая начинала вязать буквально там, ну, я не знаю, сантиметров 30-40, все. Не было такого, что надо мотать, 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 отмот, чтобы найти ту секцию, с которой начинать. То есть, вот это мне очень понравилось. Я, кстати, даже не взвесила, это носки связанные на 38 размер, бабушкина пятка квадратная, да, как ее называют, я не знаю, я не вижу ее квадратной, хорошая, замечательная пятка с увеличенным количеством петель, усиленная пятка, мне она очень нравится, я ее люблю больше всех, какие только пятки я не вязала, эта пятка мне нравится больше всех и сидит больше всех. Количество петель у меня, которое здесь набрано больше, уходит в клин подъема и все становится аккуратно, красиво, высохли они буквально вообще за полчаса, наверное, максимум на улице, на блокаторах, и вот я включилась рассказать вам об этой пряже. Также, буквально под последним видео, я задала вам вопрос, девочки, вы вяжете ли вы в такую жару, и что вы вяжете? И к моему большому удивлению, спасибо вам за обратную связь, огромное количество людей сейчас вяжут носки, значит, я не одинок, а не я, не Алена Абель, мы ничего крутые, нет, нет, ни разу, нас таких оказалось очень много, и основная часть вяжет осень-зиму, к чему я тоже, девочки, очень удивлена, обычно в это время вяжут летние изделия, июнь, июль еще вяжут летние изделия, а потом уже готовятся к осени, а мои замечательные зрители то ли от меня опылились, то ли не знаю от кого, вяжут кардиганы, вяжут джемпера, ну молодцы же, вяжут носки 47-го размера, несколько пар черным цветом, ужас, вы их просто герои, вот, и если уж такая у нас кухня идет, я в прошлый раз пообещала вас познакомить с новым магазином, девочки мои, я получила вчера посылку, собственно говоря, я сегодняшнее видео-то и не планировала, я же вам говорила, я не умею долго рассказывать о носках, но я же думала, я повяжу еще крючковый проект, покажу вам, где как я продвинула, но я же ничего не вязала, потому что невозможно, ну не было чем заняться, у меня куча делала в огороде, у меня вишня поспела, так что мне весело, но я бегом вечером, как только мне пришло оповещение, что посылка у меня на почте, я поскакала, девочки, я вам сейчас покажу уникальную пряжу, и познакомлю вас с магазином, с которым я познакомилась, совершенно случайно, причем я познакомилась с хозяйками этого магазина, это две замечательные девушки, которые зовут Евгения и Виктория, и они открыли свой магазин на платформе ВК, а также на платформе ярмарки мастеров, меня, знаете, этот магазин поразил, потому что аналогов этому магазину я не знаю, в чем фишка этого магазина, девочки красят пряжу вручную, пряжу итальянскую, итальянского производства и элитных составов, пряжа натуральных составов, там я зашла и обалдела, это ладно, да, я скажу, не удивила, они создают наборы для вязания изделия, я не удержалась, я просто не удержалась, значит, как называется этот магазин, этот магазин называется Три барашка, я обязательно оставлю вам ссылку на этот магазин, пройдите, пожалуйста, посмотрите ассортимент, и посмотрите цвета, которые просто фантастические, наборы есть изначально, мне казалось, что несостыковка цветов в некоторых наборах, но когда начинаешь присматриваться, ты понимаешь, что да, как классно ты можешь на этом сыграть, я не могу просто вам не рассказать об этом магазине, потому что аналогов ему нет, работает магазин по России, отправляет заказы почтой России, и когда я была на этом сайте, я увидела там информацию о том, на сайте магазина, увидела информацию о том, что если кто-то свяжет из их пряжи изделия и пришлёт фотографию, он получает 10% промокод на 10% скидку, но я же ещё ничего не связала, поэтому, девочки, у меня промокода нет, с которым я могу вам поделиться, но я заказала себе пряжу, прелесть, я переведу вас сейчас на стол, и мы её внимательно рассмотрим, друзья, я немножечко пошуршу, потому что я её даже ещё не щупала, аж руки дрожат, когда, знаете, когда пряжа окрашена вручную, я заметила, что она несёт какую-то энергетику, честно говорю, мне Олечка дарила ей первого пряжу, окрашенную вручную, и вот правда туда в луже на душа, вместе вот с этим заказом я получила вот такой небольшой презент, мелочь, но приятно, девочки, большое спасибо, так, что это такое, во-первых, давайте посмотрим, вот так называется магазин, три барашка, вот так я вам покажу, есть номер телефона, вы можете его записать, инстаграм, вк, и ярмарка мастеров, видите, да, друзья, это, вы ни за что не догадаетесь, это набор носочной пряжи, из одного набора получается пара носков, давайте откроем и посмотрим, всё очень аккуратно упаковано, оп, цвета, конечно, бесподобные, набор, смотрите, пожалуйста, состав, меринос 95%, нейлон 5%, 380 метров, 100 граммах, сейчас мы с вами её поближе рассмотрим, вы видите номер набора, вы видите цену, стирка, при 30 градусах, гладить нельзя, напоминаю, итальянская пряжа, цвета просто, конечно, у меня действительно, аж руки дрожат, значит, каждая пасма весом 20 грамм, да, перемотки больше, друзья, ну, как это можно сочетать, вы знаете, мне кажется, они получатся очень рябенькие, рябенькие, но мы же можем дополнять не только этой пряжи, но взять и однотонную, например, пряжу и миксовать с этим, мы можем располагать так, как нам больше нравится, например, смотрите, я так понимаю, вот это вот два цвета одинакового окраса, да, вот эти три разных, вот, как-то вот так получается, значит, 380 метров на 100 грамм, тактильно, тактильно, друзья, она, я не могу сказать, что она бархатистая, она, знаете, она напоминает Ализе Супер Вош, но она мягче, я сейчас специально потрогала Газал, Хэппи Фит, нет, Газал, он более скользкий, более бархатистый, это же пряжа, нет, она немножечко пожестче, но она не колючая, чувствуется, знаете, шерсть, прям вот чувствуется шерсть, так, относительно толщины ниточки, так, девочки, я, давайте вот с этой начнем, я сейчас прямо при вас пасму раскрываю, мне почему-то кажется, что она будет раскрываться после стирки, значит тактильно, ага, здесь метраж соответствует, здесь действительно 380, если взять Ализе Супер Вош, то Ализе Супер Вош даже, мне кажется, потоньше, чем это, это действительно на 2,5, возможно, даже, кто вяжет очень туго, тому и на троечку подойдет, это очень здорово, цвета, конечно, это просто огонь, просто, я вот, знаете, мне очень интересно начать вязание, посмотрите, какие переходы, какая красота, я размотаю на 5 клубочков, и буду вязать полосками, я не знаю, в какой очередности, но главное, чтобы у меня от каждого моточка осталось по 10 грамм, то есть 10 грамм я пущу на один носочек, 10 на другой носочек, и не обязательно вязать 2 носка, друзья, одинаковых, совершенно не обязательно, то есть секции мы можем располагать так, как нам больше нравится, вот этот, например, цвет, я скорее всего пущу на паголинок, и пяточку, скорее всего, потому что он более темный, а вот этими, но переход, конечно, вот из этих вот в этот обалденный, из этого вот в этот красивый, я, конечно, в восторге, друзья, мне очень нравится, я обязательно буду с вами делиться тем, что у меня получается, и руки у меня чешутся, перемотаю я ее сегодня, если не прилипнет к рукам, как говорится в нашей жаре, в нашем климате, тактильно приятная, дальше, девочки, смотрим второй набор, это носочный набор, знаете, для итальянской пряжи, таким метражом, цена, я вам скажу, очень даже приемлемая, потому что, тем более ручного окрашивания, потому что, если мы возьмем фабричную пряжу, она колеблется от 800 до 1200 и более, особенно ланагата, ланагроса и так далее, там вообще цены не сложишь, регия очень дорогая сейчас, то это 850 рублей, я считаю, вполне для носочков, они будут рябенькие и очень красивые, мне кажется, я обязательно вам покажу, обязательно, здесь никаких узоров не надо, это лайтовое вязание, дальше, друзья, второй набор, который я заказала, у девочек наборы по 5 мотков, там, конечно, есть разделы разные, есть наборами пряжи, есть не наборами пряжи, в общем, смотрите, заходите, смотрите, я заказала 3 пасмы, берусь на пробу, здесь точно такой же состав, 95% меринос и 5% нейлон, друзья, я не могу назвать ее очень мягкой, я думаю, что очень чувствительной коже пряжа будет иметь небольшое покалывание, для меня не критично, абсолютно не критично, и я заказала на аксессуар, скорее всего, это будет бактус, давайте рассмотрим, значит, каждая пасма здесь по 100 грамм, цвет, цвет здесь не указан, тоже стирка при 30 градусах, ну, посмотрите, ну, это же просто огонь, даже у Алены Абер нет такой пряжи, вы понимаете, я ни в коем случае не соревнуюсь, но, девочки, это просто восторг, вы посмотрите, какие переходы, ну, как это, как это можно зачитать, тебе, я просто не представляю, девчата, которые красят, обладают явно художественным талантом, потому что, ну, я никогда бы не подумала, что вот эти цвета могут между собой каким-то образом сочетаться, понимаете, они действительно будут сочетаться, тоже будет рябенька, я так думаю, что секции здесь не длинные, давайте посмотрим, я сейчас пасму разверну, одну, пасмачка длинная, секции здесь не длинные, секции здесь короткие, но это огонь, это просто огонь, девчата, вы посмотрите, обалдеть, обалдеть, так, следующий оттенок, вот я хочу, вот этот меня вообще, вот этот меня вообще покорил, посмотрите, обалдеть, посмотрите, какой он красивый, и он действительно будет сочетаться, потому что, если мы посмотрим на оттенки, вот и бирюза, и зелень, все это присутствует вот в первом моточке, да, и красивый переход, например, фиолетово, малиново, красный, переход терракот, беж, и опять же, фиолетовый здесь присутствует, я не могу сомневаться, что это будет сочетаться между собой, также и желтый, вот этот вот цвет меня вообще покорил, я обожаю этот цвет, и мне хочется, чтобы в центре бактуса присутствовал именно этот цвет, один край бактуса, вот такого яркого оттенка, центр более уравновешенный, вот такой, а второй край вообще спокойный, когда мы повяжем бактус вокруг шеи, я думаю, что это будет смотреться очень красиво, вот 380 метров на 100 грамм, бактус я, конечно, буду вязать не спицами 2,5, а возьму номер спиц побольше, я так думаю, что где-то 3,3 или 3,5, чтобы он был рыхлый, податливый, мягкий, и обязательно, обязательно буду с вами делиться, девочки мои, вот этот процесс у меня чуть-чуть в сторону отходит, потому что у меня сейчас крупные проекты в работе, мне нужно их завершить, носочки, а носочки, носочки, вот из этой вот красоты, я начну вязать в ближайшее время, и обязательно вам расскажу, что у меня получается, я надеюсь, что я вас заинтересовала, вот этой вот великолепной пряжей, хочется просто пожелать этому магазину, три барашка, вот действительно, удачи, успехов, благодарных клиентов, потому что видно, что все сделано с любовью, я не вижу непрокрашенных участков, может быть, конечно, они будут встречаться, обо всем буду вам рассказывать, но вы представляете, пряжа ручного окрашивания и изделия руками связаны, но это же уже просто, это богатство, понимаете, это богатство, оно не сравнит ни с какими деньгами, в общем, буйство красок у вас на экране, так бы и окунуться в это во все, девочки мои, радуйте себя, балуйте себя, любите себя и не отказывайте себе ни в чем, я с вами сегодня попрощаюсь, до скорых встреч, ссылка на три барашка находится под этим видео, всем пока!